Практическая психология Практическая психология Да, безусловно Существуют нормы речевого развития И нормы появления звуков речи У ребенка Итак, внимание, на что надо Обращать внимание До года наш малыш гулит Он лепечет Это цепочки слогов, которые он произносит В основном они состоят из следующих звуков Это звуки П Б Это согласное. И А. Примерно так это звучит. Да, ну, должно. Году двум репертуар его звуков расширяется. То есть появляются гласные О, Э, появляются такие вот заднеязычные звуки К, К, Г, Г. Это всё в норме. Да. Дальше, к двум годам уже появляются такие звуки, как Т, Д, и их мягкие пары Т, Д, Н, Н, и репертуар гласных тоже расширяется, появляется гласный И, тоже посложнее И. Смотри, как постепенно, да, всё, то есть как бы получается, что мозг немножко начинает созревать, да, наши артикуляционные аппараты тренируются, всё готовится к запуску речи, да? Да, верно. А если вот мы сейчас до года, да, говорили? Ну, примерно год-два. Год-два, да. Если мы понимаем, что уже вот в этом возрасте, да, что-то не так, мы как там терпеливые родители ждём, когда это случится. Или же мы всё-таки начинаем уже, понимая, что вот нет вот этих каких-то, да, звуков, начинаем уже, ну, как бы простраивать варианты решения задачи, да? Ну, такие родители, наверное, бывают, прям такие стратегии. Я думаю, что не помешало бы, наверное, что-то делать, просчитывать. Мы об этом будем говорить ниже, точнее, позже. Вот. Хорошо, так. Итак, дальше у нас какой возраст? Три года. К трёх годам появляются у нас звуки В, В, Ф, Ф, и согласные У, он сложный. Дальше. И могут появиться уже свистящие такие мягкие Си, Зи. При всём при этом, смотрите, я сейчас хочу, чтобы родители тоже сразу понимали. Ребёнок-то уже говорит. То есть мы сейчас говорим о том, что ребёнок общается, говорит. Да, трёхлетний ребёнок. Да, трёхлетний ребёнок. Но вот возрастная норма, вот эти звуки должны у него уже быть. Да, просто некоторые родители в 4-3 года спрашивают меня, вот он у нас не рычит. Как-то ры у него нет, но это совершенно рано ещё. То есть звуки раннего антогенеза ещё встают на место, так называется. Да, потому что мы помним о том, что этот процесс так-то очень и очень сложный, регулируется опять-таки мозгом. Да. Далее, к 4-м годам оформляются уже свистящие звуки твёрдые С, З и Ц. После 4-х ребёнок уже хорошо дифференцирует свистящие звуки. Но в этом возрасте, возможно, пропуск таких звуков, как ШЖ, ЧЩ, ну и Р, Р, Л, Л. Ли, кстати, может ещё пораньше появиться. Про произношение, да? То есть как бы замена каких-то звуков? Либо замена, либо отсутствие. Если это искажение, то это не очень благоприятный прогноз. Скорее всего, нужен будет логопед. Поняла. Итак, получается, что у нас к скольке, к какому возрасту у ребёнка должен быть набор всех чистых, хорошо произносимых звуков? К 6-7 годам. К 6-7. Именно к этому времени у нас вроде как ребёнок готов идти в школу. Да, готовится идти в школу. Хорошо. Вот мы сейчас про звуки говорили, да? И мы сталкиваемся с тем, что многие очень родители говорят, ну там, в школу пойдёт и дальше звуки все поставят. И вот это такое, знаешь, как бы отношение, лёгкое, я бы так сказала, лёгкое отношение к проблеме речи ребёнка. Ты как специалист к этому относишься абсолютно спокойно, или же ты сразу же, когда так слышишь такие разговоры, в тебе включается вот этот логопед дефектолог? Да, я неспокойно к этому отношусь, потому что сама уже там ничего на место не встанет в 6-7 лет. Нужна помощь. Нужна помощь. Причём помощь, опять-таки, да, это не может сделать просто мама, например, да, или там бабушка, да, или там воспитатели в детском садике, как родители часто говорят. Ну мы же вводим ребёнка в детский садик, что там звуки поставить не могут? Ну это кажется, что очень просто. На самом деле нет, не очень. На самом деле постановкой звука у нас занимается специалист. Конечно. И называют этого специалиста логопед. Да. Да? В норме он должен быть у нас в детском садике, в каждом. Но не всегда это случается, да? Да, я ещё радуюсь за то, чтобы специалисты-логопеды включили в список обязательных специалистов для ребёнка. То есть мы так предупредим безречие. Увидим дезертрию вовремя, да, это такое тяжёлое нарушение звукопроизношения, например. А сейчас в жизни мы сталкиваемся вот с какой историей. Даже родители, например, некоторые говорят, что да, мы чувствуем, что проблемы есть у ребёнка, да, в этих же постановках звуков. Но логопед в детском садике говорит, я не могу взять вашего ребёнка, потому что есть дети намного сложнее, и у нас нет времени на вашего ребёнка. Да, такое есть. Они берут деток уже перед школой, в подготовительной группе, чтобы поставить звуки. И не всегда успевают поставить эти звуки. К сожалению, эта система – это не вина логопеда садичного. В итоге, что мы можем порекомендовать, во-первых, родителям, что если вы видите какую-то проблему у ребёнка, то её начинаете решать комплексно. Да, и вот нормы появления звуков мы уже озвучили. Исходя из этого, можно уже дома, помимо логопедической квалифицированной помощи, предпринимать какие-то действия. Давай мы сначала с тобой проговорим, про причину чуть позже поговорим, да? Лучше сейчас про действия. Ну да, уже подошли к этому, да. То есть можно делать самостоятельно, конечно же, артикуляционную гимнастику. В игре, в бытовых моментах. Подошли к зеркалу, когда чистим зубки. Можно делать, опять же, мимическую гимнастику. То есть покажи мне, как ты злишься, покажи мне, как ты удивился, как ты радуешься. И язычком там поиграли, можно так всё называть. То есть получается, вот даже когда мы с помощью мимических мышц работаем с ребёнком, да, это уже происходит развитие, подготовка его артикуляционного аппарата, да? Да, готовится лицевая мускулатура. Это в случае с дезертрией очень важно, потому что бывают различные порезы мышц. Далее, можно делать дыхательную гимнастику. То есть это ещё веселее. Можно дуть пузыри, дуть пёрышки, ватки, дудочки, свистульки. Главное, вдох носом, выдох ртом. Долгий, сильный, целенаправленный выдох. У нас самая любимая игра была, это когда у нас большой-большой стол, и мы с помощью дыхания гоняли вот эти шарики... От пинг-понга, да, друг к другу. И ловили их стаканчиками. Да, да, очень классная игра. Ещё зрительно-моторную координацию можно потренировать, да? Да, да. В правый угол, в левый угол. И пространственное восприятие тоже. Класс. Любимая игра до сих пор осталась. Мы иногда даже для взрослых квесты такие устраиваем, когда приходят к нам в гости. Класс. Так, и самомассаж. То есть можно делать его зубной щёточкой. Да. Массажные линии, то есть вдоль языка, поперёк. То есть схемы массажа ваш логопед может вам выдать. Вот этим можно дома заниматься. Вот смотри, вообще любое совместное взаимодействие родителей, ребёнка, направленное на какую-то игровую деятельность, плюс ко всему, если ещё туда добавляем мы, да, какие-то такие телесно-ориентированные приёмы, мне кажется, это в любом случае идёт на пользу, да? Да, и мне кажется, общение мамы с ребёнком, оно такое становится более... Терапевтичное, да? Да, более тесное. И ребёнок с мамой проводит больше времени. Ну, оно само по себе излечивает. Вот давай мы тут сейчас с тобой ещё проговорим такие моменты, что если у ребёнка к школьному периоду, к первому классу мы видим всё-таки дефекты в звукопроизношении, то какие могут быть последствия? Последствия самые предсказуемые. Это дисграфия, это нарушение письма. То есть дисграфии там несколько видов. Допустим, если ребёнок тут же, опять же, к причинам, если у него не сформировано фономатическое восприятие, он недослышивает там звуки речи, да, он будет переносить их на письмо. Если, например, он... Это как я очень долгое время писала «весна». Весна и весна. Откровение. Мне до сих пор кажется, что вообще неправильно пишется это слово. Уже не важно. Что в моей душе всегда весна. Школа в прошлом уже не важно. Уже два института в прошлом. Поэтому ушла уже просто весна. И тут вернёмся, может, к причинам. Причины неправильного звукопроизношения разные. Может быть, дезертрия – это нарушение иннервации артикуляционного аппарата, парезы, ну, в тяжёлых случаях это параличи. Это анартрия. Далее, это несформированность фономатического восприятия, то есть ребёнок недослышивает эти звуки и плохо их произносит. Тут нам нужна помощь сурдолога. То есть всё равно сурдолог проверяет слух на всех уровнях. И ребёнок может… Родители иногда говорят, вот мы шумнём молоточком, кто-то похлопаем, позовём его, он же слышит. Безусловно, ребёнок не глухой. Но какие-то вот такие тонкие моменты звукопроизношения он может недослышивать. Я об этом. Укороченная подъязычная связка – ещё одна причина неправильного звукопроизношения. Это касается звуков верхнего подъёма. То есть язычок там, когда мы произносим «ш» и «р», язычок у нас наверху, и подъязычная связка не даёт дотянуться. И таким образом звук нечёткий. Смотри, при всём при этом, очень часто родители, это тоже такой миф, и ко мне вот уже обращаются, что вот ребёночек родился, и сразу же посылают в стоматологию подрезать язычок. Что вроде мы не будем вмешиваться во все эти истории, вот потом вот, когда он там подрастёт, и вот тогда мы все эти процессы с вами как бы отрегулируем. И я всегда говорю, что если уже есть показания, то лучше сейчас, когда он ещё маленький, начинайте уже что-то делать. То есть уже врач видит, почему рекомендация, уже врач видит, что есть какая-то проблематика. И если мы на неё будем закрывать глаза, то у нас к этой проблеме присоединится следующее. Это как ком будет расти. Да, потому что ребята приходят, они просто боятся уже в 5 лет подрезать это всё дело. И приходится логопеду это всё растягивать, хотя процесс очень болезненный и долгий. Да, и можно было бы это всё на самом деле решить вот на уровне хирургического такого небольшого вмешательства, стоматологическому, да? Там, по-моему, лазером сейчас это всё происходит. Да, да, да. И это даже не так болезненно, как нам с вами кажется. Значит, на это тоже следует обратить внимание. Да, и ещё одна причина – это ринололия. Она не так часто встречается, но всё же имеет место быть. Это нарушение строения анатомо-физиологического аппарата. То есть это закрытые, открытые расщелины, не оба... Ну, это уже, можно сказать, врождённые такие дефекты, которые тоже приходят... И в роддоме уже распознают и оперируют. И потом всё равно такого ребёнка сопровождают логопед-дефектолог, чтобы правильно он мог произносить те или иные звуки и вообще говорить. Да, с речевым дыханием, чтобы не было проблем. Вот давай немного проговорим ещё такой момент. Итак, мы знаем уже нормы, мы знаем уже причины и понимаем, что надо что-то с этим совсем делать. Значит, первое, я всегда говорю, что, да, дорогие родители, если мы с вами, если, например, понимаем, что болит ухо, мы идём к ухогурлоносу, да, то есть если тут проблемы с речью, то мы ищем логопеда, и лучше всего логопеда-дефектолога, то есть который может работать с любым уровнем, как говорится, дефекта, да, потому что у нас сейчас есть, ну, как бы просто логопеды, да, есть такие люди, закончившие несколько месяцев обучения, получают логопед и просто ставят звуки. Или делают там логопедический, например, массаж. Да, то есть надо всегда оценивать, насколько у ребёнка эта тема проблемная. Ну, да, конечно. То есть вопрос в чём? Мы каким образом и в каком возрасте делаем диагностику? Когда лучше всего обратиться родителям к специалистам? Именно звукопроизношение. Это лучше делать к пяти годам, четыре с половиной года, пять лет, то есть в это время ребёнок наиболее становится произвольным, то есть эта деятельность, она довольно трудоёмкая, требует большого сосредоточения и сил, так сказать. То есть сесть, там, ты полчаса, да, занятие полчаса, ты сидишь, напрягаешься. Сначала там у тебя фитнес для языка, артикуляционная гимнастика, потом дыхательная гимнастика, несмотря на то, что мы всячески стараемся это разнообразить и проводить это в игре, но всё же. Если ребёнок трёх лет, я думаю, что это будет неэффективно, исключая звуки раннего антогенеза, которые мы назвали, например, там, П, Б, В. Но это встречается, конечно, сейчас всё чаще и чаще. Но на диагностику вот прям для постановки звуков лучше подходить четыре с половиной, пять лет. Одинный. Прям рекомендуешь, да, каждому привезти ребёнка к специалисту, чтобы он мог уже посмотреть и какие-то прогнозы дал, да? Да. Что дальше с этим, вот с этой диагностикой? Если выявляется какая-то тема проблематики, то мы, опять-таки, не ждём, там, да, что само по себе рассосётся, я правильно понимаю? Да. Вот смотри, если есть какие-то признаки дезортерического расстройства, да, мы начинаем, наверное, сразу же работать. Ребёнку по показаниям делают логопедический массаж, но существуют противопоказания, такие как эпиактивность, например. Логопедический массаж, далее идёт артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, звукопостановка. Но вначале, конечно, подготовительный этап, чтобы сформировать позу артикуляционную. То есть вообще, вот тут очень важно, во-первых, давайте сейчас прямо проговорим, да, что это должна быть системная работа. Конечно. Что не бывает так, что вот, ой, мы сходили на диагностику, там, три раза позанимались, у нас всё прошло. Да даже не три раза позанимались. Ну да, бывает и такое. У меня тоже там было, там, на втором занятии, звук появился, но это не дезортерия явно. Нужно дифференцировать нарушения. И что родители, конечно, не питали иллюзией, что вот час в неделю, который логопед занимается, да, два раза по полчаса, он даст результат. Нет, это ответственность 50 на 50. Дома не будет работы, результата тоже не будет. Согласна с тобой полностью. То есть это тоже проговариваем чаще всего мы сразу же с родителями, что нам очень нужна как специалистам поддержка, да, причём она опять-таки должна быть системная. И не только даже мама там, да, я всегда говорю, запрягаются в эту историю и бабушки, и дедушки, и папы, потому что эту же дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику можно делать, пока ты везёшь ребёнка на хоккей, там, не знаю, там, да. С конфеткой. С конфеткой, да, и играешь. То есть пока ребёнок смотрит мультфильм, в это время он может дуть в эту же трубочку с этим стаканчиком, да. Ну, я просто в теме. То есть тогда бывает, ну, как бы, эффект намного лучше, если ребёнок чувствует, что от него всё равно в любом случае не отстанут. Да, всё верно, единым фронтом так выступить. Да, это точно. Итак, что ещё необходимо? Значит, системность. Дальше мы делаем какие-то определённые срезы. То есть, например, вот мы понимаем с тобой, что очень часто бывает, это не просто один специалист, логопед. Да, это иногда бывает, нужна помощь невролога. Да, в случае с дезортрией. Невролога, стоматолога, вот в случае с укороченной подъязычной связкой. Ну, и оперирующие врачи, лор-врачи. Это в случае с ринололией. Это уже там в раннем возрасте всё это делается. И плюс ко всему, иногда необходим бывает нейропсихолог, потому что там тоже комплексная такая работа происходит. То есть, в любом случае, если вы решили, что нужна помощь вашему ребёнку, то надо прямо садиться и, я бы сказала, прорисовывать, может быть, прописывать какой-то такой трек, движение. Что если, например, сейчас мы с логопедом ставим вот эти звуки, то дальше, через полгода мы смотрим, вообще получилось у нас это, не получилось. Если не получилось, что ещё необходимо для этого сделать? Да, и надо учитывать, что на один звук, например, в случае с дезортрией, так как она самая такая тяжёлая, нужно отводить не менее, например, трёх месяцев на звукопостановку, на подготовительный этап на звукопостановку. Ну и далее идёт автоматизация. Плюс ещё, возможно, какие-то откаты во время пропусков по болезни, либо стрессов у ребёнка. Вот именно в случае с дезортрией такое бывает, потому что это всё-таки регулирует головной мозг нервной системы. Вот происходит у нас вот как раз диагностика и логопедические занятия. Давай мы сейчас, про диагностику я поняла, что это примерно полчаса, да? Нет, диагностика, она побольше. Побольше даже, да? Да. Бывает. Родители присутствуют при диагностике? Да, обязательно. Потому что мы потом с родителями видим все проблемы. Родители, да, вот вижу, тут западает, тут западает. Мы смотрим не только звукопроизношение, смотрим фономатические все процессы, то есть готовность, да, уже непосредственно к школе в зависимости от возраста. Смотрим пространственные восприятия, как развито у ребёнка, крупная и мелкая моторика и так далее. Вот ты сама сторонница того, чтобы на занятиях у логопеда родитель присутствовал или же дети себя по-разному ведут? Смотря какой возраст, да, смотря какой ребёнок. Возможно, да, лучше присутствие родителей, чтобы родителя обучить, показать ему, что мы делаем, либо как-то снять это на видео, да, с разрешения. Вот показали, что мы делали, это же самое отрабатываем дома. В некоторых случаях родители, просим родителей подождать, потому что ребёнок стесняется, бывает, родители, да, он бывает, не хочет там ротик открывать, артикуляционную гимнастику делать даже при родителе. То есть мы потому что знаем, да, с тобой, что иногда при родителях дети себя ведут намного хуже, чем... Боятся ошибиться. Да, чем, например, без родителей, и поэтому специалисты иногда просят выйти родителей. Да. Но каждый раз индивидуально, каждый раз мы ищем варианты решения этой задачи. Ребёнок уже спокойно занимается, когда ему нравится всё это, результаты бывают намного, ну, как бы, быстрее. Я бы сказала, это зависит даже от мотивации. Вот ребёночек слышит, что он говорит неправильно, ему хочется это исправить, и он больше старается, это прям видно. И это как раз касается ребят, которые уже постарше, там, 6 лет, 7 лет, которые понимают, что это им нужно. А каким образом ты мотивируешь, если, например, ребёнок не понимает, что ему это нужно? Как приходится вот здесь работать? Все же разные? Ну, у нас есть мотивашки, то есть такой листочек, туда приклеиваются наклейки. Так, ага. И в конце обрисован приз. И вот это очень хорошо работает, несмотря на то, что метод такой давно уже известный, изобретённый, да. Ну, и ещё, если плюс ко всему родители каким-то образом замотивируют, да, не только специалист, но и родители, потому что это тоже немаловажно, как родители вообще к этой истории будут относиться. Часто бывает так, что, вот сейчас мы всё про детей, про детей, но мы с тобой сталкиваемся с тем, что политики, на радио, на телевидении часто работают взрослые люди, у которых дефект речи, да. Вообще есть такой миф, что если там в детстве с этой задачей не справились, то значит, это уже на всю жизнь. Развеи мне, пожалуйста, этот миф. Да, действительно. Потому что я знаю, что у тебя великолепная есть практика. Да, это миф. У нас в центре есть, были такие люди, взрослые, которые очень хотели это исправить, и они это исправили в довольно короткие сроки, девушки, да. То есть они были очень замотивированы. Если же мотивации нет, и человеку и так хорошо с этим живётся, тем более он даже некоторые считают это шармом, обычно это горловое. И зюминкой. Французский. То и не стремятся это исправить, и тут. И живут себе спокойно. Да, и мы тут как бы бессильны. Хорошо. Но в принципе, значит, в любом возрасте можно работать над звукопроизношением. Да, абсолютно верно. Катя, скажи мне, пожалуйста, что вообще, почему ты выбрала именно эту профессию? Сложно ведь очень профессия. Ой, потому что эта профессия, она на стыке нескольких дисциплин. Это и медицина, и педагогика, и психология. То есть вот это такая совокупность всего, что прям, если ты туда попадаешь, то невозможно потом оттуда уйти. Главное, психогигиену соблюдать и не выгореть. И не выгореть, потому что всегда очень бывает такая, ну, как бы сложная история, да, потому что это же работа комплексная и с ребёнком, у которого есть сложности, да, и с родителями, которые иногда бывают не совсем, принимают адекватно всё происходящее, да. Ну что, я знаю, что ты работаешь со всеми видами психоречивых нарушений, да, то есть как бы, в принципе, это не только, вот мы сегодня говорили про норму и пытались показать нашим слушателям, что нужно делать, если вдруг какие-то есть отклонения от нормы, но ведь есть и истории, когда всё совсем сложно, и очень многие специалисты отказываются, но вы всё равно берётесь за это. Да, так. Потому что у нас есть, слава богу, великолепно коррекционные программы, да, есть инструменты у хороших высококлассных специалистов в руках. Спасибо. И мы можем с этим совсем, ну, любая задача, мне кажется, она решаем. Да. Это была сегодня программа «Практическая психология». Мы с Екатериной Останиной, специалистом по запуску речи, с руководителем коррекционного логопедического центра «Мария Черняк», говорили о том, как воспитать у ребёнка навыки правильного звукопроизношения. Самое главное, не опускайте руки, да? Конечно. Что ещё мы можем пожелать в завершении нашей программы нашим слушателям? Ой, мы, я хочу пожелать вам лёгкого обучения, в первую очередь, талантливых педагогов и позитивного настроения в нашей жизни. Да. Пусть так всё и сложится. И, конечно, помните о том, что мы на очень многие вещи оказываем влияние, да? И прежде всего на своих собственных детей. Поэтому поддерживаем их на любом этапе развития, помогаем им. И, конечно, любим и кормим. Без этого никак. С вами была Надежда Бушмельева и программа «Практическая психология». Всем любви, счастья и крепкого-крепкого здоровья. Практическая психология.